Друзья, всем огромный привет! Всем здравствуйте! Меня зовут Таня, и я рада приветствовать вас, дорогие мои, на своем канале. У нас сегодня будет видео про ароматы, которые я никогда в жизни, никому, даже самому страшному врагу, не пожелаю покупать вслепую. Конечно же, по идее, все ароматы не нужно покупать вслепую, но мы же с вами понимаем, что все-таки некоторые можно, а некоторые прям нельзя. И вот сегодня я хочу рассказать вам про пятерик, шестерик, не знаю, как получится. Ароматов, которые, ну, нельзя. Нельзя их заказывать вслепую, а то плохо будет. Вот так вот. На мне сегодня рубашка такая блестящая, сатиновая, легкая. Это Zara, древнее колечко с натуральными камнями. По-моему, цвет рубашки и камни вот этого вот совпадают на 100%. Так, помада на мне сегодня очень красивая. Это Maybelline Ink Crayon. Мои любимые вот такие вот бюджетные помадки. Вот такой вот грифель тут мягкий. И они абсолютно матовые. Очень красивый нюд на все случаи жизни. На зубах никогда вы его не найдете, никогда он никуда не растечется. Очень аккуратно уходит, стирается. Прям реально вот качество люкса. Так, что еще из новостей? Я покрасилась. Почему-то на камере я кажусь намного ярче, на самом деле. Все более спокойно в жизни выглядит. Я нашла тут в Москве мастера по сложным окрашиваниям, по балаяжам, эртачам, чего там еще, шатушам. Замечательного мастера, который тебе не делает ржавчину, а вот делает очень натуральную белизну волос. Я, кстати, впервые за долгое время перед вами с прямыми волосами, как струна. Ну, короче, все, девочки, лирику отставляем. Поехали. Во-первых, я хочу сказать, что дом Том Форд, давайте начнем с него, это дом, к которому я присматривалась несколько лет. И это правда, это не для какого-то там словца, да, яркого словца или какого-то там. Ну, короче, я к нему присматривалась несколько лет, потому что все ароматы Том Форда, на мой взгляд, они все с каким-то сумеречным, темным, томным началом. Даже самые, казалось бы, безобидные там, персиковые и вишневые. Первый аромат, который я вам покажу, это будет Солей Неж от Том Форд. Аромат, который нельзя покупать вслепую. Это про семена моркови, бензоин, лабданум, турецкую розу, жасмин и ваниль. Кроме ноты ванили, я ненавижу абсолютно ни одну ноту, которую вот я вам только что сказала. Я и жасмин, это просто как горячее и зеленое. Но здесь, здесь, я не знаю, как они это сделали, но это просто аромат, как какое-то зелье тебя манит, манит, манит и манит бесконечно. Мне очень нравится этот аромат, этот тандем нот, как они тут все это закрутили, завертели. Это прекрасный, интересный, необычный аромат, который цепляет. Мне нравится здесь нюанс лимонной выпечки. Мне нравится здесь нюанс какой-то такой металлической, мужской ноты. Такой, знаете, какой-то прям стержень в этом аромате силы есть. Это и в то же время освежающий аромат, холодный, но в то же время согревающий. Как это возможно? Я не знаю, но вот здесь это возможно. Этот аромат необычный, потому что он пахнет действительно немножко морковкой, немножко каким-то металлическим ведром, пирогом с лимоном только что, который вы вытащили из духовки. Это все какая-то какафония странностей, дом, блин, странных детей. Этот аромат нельзя покупать вслепую, но если вы с ним познакомитесь заранее, поносите его на себе, на своей коже, вы, я серьезно вам говорю, вы в него влюбитесь. Потому что это такая необычность, которая манит, манит, манит и манит. Следующий томфорд, который нельзя брать вслепую, это томфорд черная орхидея. Конечно же, это черная смородина, иланг, орхидея, специи, шоколад, ваниль и амбр. Кажется, да, все прекрасно. Прекрасно, ладно, скроено, как можно испортить шоколадный аромат, да? Никак. Но на деле мы с вами получаем такую готику. Фрукты, разложенные на мокрой земле, кладбищенские почули. Но это, конечно, очень красиво. Красиво и необычно. Но как это заказывать вслепую, это нельзя. Не каждый же из нас год. Я, кстати, тут себе заказала черную орхидею попробовать в парфюме. Не в парфюмерной воде, а в парфюме. У этого аромата, кстати, очень красивый такой золотой флакон. Честно говоря, прям какой-то декор для дома. Очень нравится. Про ноты. Здесь ром, слива, иланг и почули. Вот ко всему вышесказанному до этого добавили еще рома, еще больше фруктовости и медовости. Теперь фрукты, которые мы разложили на мокрой земле, они не только окурены ладаном, да? Они еще политы медом. В любом случае, я хочу сказать вот что. Он более сладкий, чем оригинал. Кому-то, может быть, так легче носить, кому-то нет. Мне нет. Это в любом случае, девочки, очень красивый, необычный. Это цепляющий аромат. И цепляющий не только запахом. Но и вот если кто-то мимо меня пройдет вот в этом аромате, я обернусь. Это однозначно. Потому что таких ароматов мало. Это правда. Это аромат, который цепляет взгляд, вслед все вот оборачиваются. Это точно. Но заказывать его вслепую, это странно. Дальше. Заказывать откровенную гурманику, прям такую, знаете, неприкрытую, это тоже, мягко скажем, опасно. Потому что иногда от таких сладких ароматов, от ароматов еды, булочек, ванили, вот этого всего, иногда может действительно стать плохо. Может иногда даже затошнить. Такое тоже может быть. Поэтому будьте осторожны. Я сегодня вам покажу из этой серии от Art Collection. Crystal Love. Очень красивый белый флакон. Сочетание белого, да, и золотого, это вот прям отдельный вид роскошества. Это 100 миллилитров, огромный такой большой флакон, тяжелый. Откровенная гурманика у нас состоит из молочного шоколада, мускатного ореха, ваниль и бобы тонка. Для меня это очень сильно пахнущий, прям гиперароматный белый шоколад и фрукты. И немножко мускатного ореха. Вот это вот яркого нюанса. Кто любит готовить, кто связан по профессии своей с едой, вы знаете, что мускатный орех это у гуго какая специя. И вон такой шарик, его натираешь и просто вся комната пахнет вот этим вот особым прекрасным ароматом мускатного ореха. Здесь это прям отчетливо есть. Я, по крайней мере, эту ноту очень слышу здесь. Этот аромат невероятно вкусный. Вот не передать словами, как он манит. Хочется не то, что вас лизнуть, а хочется, не знаю, бандиться клыками. А если не клыками, то, блин, всем, что выпирает. Этот аромат очень красивый, он очень яркий, он очень харизматичный, он очень, ну, на первое место надо сказать слово вкусный, но он монотонит. То есть он никак не играет красками, не меняется. Вот он как стартанул своим белым шоколадом с фруктами. Так вот и будет он этим пахнуть просто до вечера и даже до следующего дня на одежде. Очень стойкий, но монотонный, монотонный аромат белого шоколада, фруктов и мускатного ореха. Я хочу обязательно на этом сделать акцент, потому что знаю, что некоторые девочки не любят, когда ароматы монотонят. Это иногда кого-то бесит, это иногда как будто утомляет. Вот здесь именно такая история, что аромат вот моно. Это моноаромат, никаких граней, искр и всего такого. Вкусняшка безумная. Ну, откровенная гурманика, попробуйте, сходите, просто попшикайте на себя и почувствуйте себя ароматным белым шоколадом. Вдруг вам понравится, а вдруг я вот уберегу вас от ошибки. Что еще не надо заказывать никогда вслепой? Это какие-нибудь странненькие ноты. Типа, знаете, там, чая мачи или белого чая с дымом. Сейчас мы к этому подойдем. Давайте начнем с чая мачи. Это реплика Мачи Медитейшн. Вот на белом, покажу вам, не знаю, видно или нет, вот жидкость такая красивая, немножко салатовая, светло-зеленый цвет, мне очень нравится. Это реплика Мачи Медитейшн. Это цитрусы, чай мачи, белый шоколад и мох. Это аромат для любителей чайных делов, чайных ароматов, вот знаете, церемонии питья чая, вот этого вот ощущения дзена, просветления, умиротворения, вот этого вот всего. Но мне кажется, что этот аромат совершенно не на каждый день, потому что от этого нюанса чая мачи, вот этого вот сухого зеленого порошка, может запершить в горле, может немножко как-то вот загорчить, запершить. Кто-то может начать кашлять, вот он горчливый, он необычный, да, он интересный, да, он цепляющий, но этот аромат однозначно не на каждый день. В пирамиде есть белый шоколад, но я здесь, честно говоря, его не чувствую больше, здесь какая-то такая сливочность и молочность. Но так как я уверена, что не все люди любят пить чай с молоком, но это прям вообще не для всех, то и аромат наверняка такой понравится вообще далеко не всем. Давайте про чайный дым, это вообще что-то с чем-то. Это Кристиан Диор, вот такая вот у меня есть красивая миниатюрка, давайте открывать. Лапочка просто, вот такая вот миниатюрка, Кристиан Диор Кашемир. Итак, по нотам, это белый чай, жимолость, гидион, это такие белые цветы, дым и мускус. И, кстати, молекула изои супер, казалось бы, да, спокойный, чайный, умиротворяющий аромат на каждый день, немножко такой вот действительно молекулярный, но спокойный в любом случае, для работы, в социум, куда угодно, в офис, идеально. Никого не придушит, даст наоборот ощущение какой-то, знаете, чистоты, доброты, доброжелательности. Но этот дым, это нечто просто. Я, когда его заказывала слепую, я подумала, ну что там дым, ну что там дым, как можно такую летающую невесомую ноту, как дым, прицепить к аромату надолго. Наверняка я думала, что она просто где-то в самом начале, а потом выветривается, и нет ее, и просто будет белый чай. Но они реально как-то его прицепили надолго, и ощущение, как будто вот вы сидите, пьете какой-то жасминовый ароматный чай, или там не жасминовый, а какой-то цветочный ароматный чай из фарфоровой кружечки, с пальчиком вот так вот. И где-то что-то горит, реально где-то что-то рядом с вами горит, какой-нибудь дымокур. Но аромат явно, да, вот необычный, не такой, как все. Аромат, который цепляет, опять же, отличается от всего, что вы пробовали раньше на тему чая под вот таким вот дымным соусом. Но опять же, дорогие мои, заказывать, как я это сделала вслепую, это, мягко говоря, опять опасно, потому что, ну, не все любят белый чай, жасминовый чай с дымом. Ну и все, друзья мои, давайте на этом закончим. У меня, конечно же, есть в арсенале моем еще парочка очень странненьких ароматов, красивых, необычных, цепляющих, но опасных, рискованных для того, чтобы просто взять и заказать их вслепую. Если вам понравилась такая рубрика, напишите, я обязательно сниму еще часть, часть 2. Вот, напишите обязательно, какие ваши ароматы, которые вы заказываете вслепую, вас разочаровали, к сожалению, либо, наоборот, если вас они обрадовали и влюбили в себя, обязательно тоже напишите. Это, наверное, самое интересное, когда ты заказываешь, ничего не ожидаешь, а там любовь, любовь в коробочке. Все, друзья мои, ставьте лайки, пишите комментарии этому видео, мне будет очень приятно ваша обратная связь. Я на этом с вами прощаюсь, до скорых встреч и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok